Ну а сейчас к экономике. В Казахстане разработали план перехода к зеленой экономике до 2030 года. В соответствующий документ внесли изменения и дополнения, и сейчас он находится на публичном обсуждении, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. Вот более подробнее мы предлагаем поговорить с нашей коллегой, экономическим обозревателем Гульданой Колен, в ее рубрике «Первая цифра». Доброе утро. Гульдан, приветствуем. Какие сектора экономики затронет новая концепция? Приветствую, коллеги. Их всего 9 направлений. А вот каких показателей планируют достичь, расскажу в следующем обзоре. Концепция по переходу к зеленой экономике в Казахстане существует больше 10 лет. За этот период в стране доля возобновляемых источников энергии достигла 4,5%. Чтобы увеличить показатели, соответствующий документ внесли изменения. Новшество коснулся 9 направлений экономики, рассказали в Международном центре зеленых технологий и инвестиционных проектов. В частности, это управление отходами, загрязнение воздуха, сохранение и эффективное управление экосистемами, сельскохозка. Также у нас электроэнергосбережения, электросети. Кроме того, задействована экологическая культура и, конечно же, сфера финансирования. В частности, зеленые финансирования. Согласно новой концепции, долю зеленых технологий к 2030 году планируют увеличить в три раза. Поможет в этом переход на так называемые возобновляемые источники энергии. Постепенно начнут сокращать число угольных котельных, будут строить новые ветряные и солнечные электростанции. А из-за превышения нормативов по выбросу загрязняющих вредных веществ предприятиям ужесточат штрафы. Наша компания занимается разработкой справочников наилучших доступных техник, которые в том числе направлены на снижение загрязненных выбросов в атмосферу. В настоящий момент мы разработали порядка 16 справочников. Дальше, в 2025-2026 годах мы еще разработаем 16 справочников, которые планируются к внедрению как раз-таки в топ-50 загрязнителей воздуха. По вследствам внедрения данных наилучших техник, мы планируем снижение выбросов в атмосферу до 35% к 2050 году. В сельском хозяйстве увеличат площадь орошаемых земель с применением водосберегающих технологий. В крупных городах развивать начнут ливневые канализации, в сельских населенных пунктах строить малые очистные сооружения. Сферы промышленности, строительства и транспорта также претерпят изменения, поскольку в них планируется поставить на первое место принципы энергосбережения. Все эти меры, по словам эколога Армана Кашкенбекова, назревали уже давно. На самом деле транспорт – основной загрязнитель. И в Алмате, и в Астане, и в Караганде, и в других городах. Поэтому здесь нужна, конечно, госпрограмма. Но этого не сделали за счет того, что административными методами. Здесь нужны льготы, субсидии для покупки зеленого транспорта, для сети этих заправочных станций. Кроме того, сельское хозяйство. Здесь есть методики ООН, программы развития ООН, как уменьшить, допустим, эмиссию метана и углекислого газа за счет более рационального земледелия, капельного орошения, чтобы вода не испарялась. А водные ресурсы ведь тоже устойчивого развития. Не будет воды, не будет ничего из перечисленного. Сегодня, по данным правительства, регионы уже демонстрируют положительные результаты в плане поэтапного перехода к зеленой экономике. К примеру, в Акмолинской области объем выбросов предприятий по итогам прошлого года по сравнению с 2021 снижен на 96%. В Североказахстанской за счет топлива растительного происхождения экологически чистой энергии обеспечивают 80 бюджетных учреждений. Это позволяет экономить почти 260 миллионов тенге. В свою очередь, генеральный директор Ассоциации экологических инициатив ЭКОЖЕР Рустем Кабжанов уверен, государство должно активно финансировать все экологические инициативы. Должны закладываться средства для реализации, потому что те налоги, которые взимаются с предприятий, с физических лиц, с юридических лиц, они находятся в ведении государства. И эти бюджеты должны быть правильно перераспределены на выполнение этих задач. Не только на латание дыр, и на выполнение каких-то тактических задач, строительство дороги и все, и весь бюджет на это заточен. Потому что надо сейчас вкладывать в эти проекты, чтобы через определенное количество времени, к 60-му году мы получали какие-то бенефиты из этого. По предварительным расчетам на реализацию концепции в среднем необходимого почти 15 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в год, основную часть средств направят на развитие энергоэффективности в сферах транспорта, промышленности и строительства. На развитие сельского хозяйства и устойчивое использование водных ресурсов дадут меньше. Как объяснили, они больше нуждаются в государственных средствах, которые будут направлены на реконструкцию каналов и водохранилищ. В целом ожидается, что к 2050 году за счет запланированных изменений годовой ВВП страны вырастет на четверть, если сравнивать с базовым сценарием. Коллеги, у меня на этом все. Передаю вам слово. Благодарим. Борьба за экологию продолжается не только в Казахстане, но и во всем мире. Будем надеяться, что результат будет успешным. Спасибо. Спасибо за обзор. Это была наша коллега, экономический обозреватель Гульдана Кален. И ее рубрика «Первая цифра». А мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова